Внесение изменений в комплексную программу развития образования на 2011-2017 годы. Мы просим поддержать внесение изменений в пункт забезпечения безкоштовным харчуванием и включить в этот пункт строчку забезпечения безкоштовным харчуванием детей, загиблых участников антитеррористической операции. Это детские сады и школы. Полностью. От двух лет и до окончания школы. Спасибо большое. Коля, можно вопрос? Учитывая, что средства массовой информации, вопросы вы найдете сегодня. По поводу оплаты до сильного харчувания, какие у нас прогнозы, наши предложения? Ну, во-первых, действующим законодательством на сегодняшний день не регламентировано, сколько должны платить родители и сколько должен платить бюджет. В некоторых городах всю стоимость питания в детских садах оплачивают полностью родители. Городской совет в прошлом году оставил соотношение оплаты за питание 40% за городским бюджетом и 60% за родителями. В этом году мы подошли при расчетах стоимости питания, хочу напомнить, что стоимость питания в 2016 году составляет 17 гривен. Мы подошли дифференцированно. Мы планируем стоимость питания детям до 3 лет 18 гривен и детям от 3 до 6 лет 20 гривен. То есть стоимость питания мы немножечко планируем увеличить, потому что 3 раза покормить ребенка за 17 гривен достаточно проблематично. И мы предлагаем оставить процентное соотношение оплаты питания такое же, чтобы не увеличивать нагрузку финансовую на родителей. То есть город по-прежнему 40% стоимости питания в детских садах берет на себя.